День с толком Тех, кто нас смотрит не только на телеканале, но и в Ютьюбе. Смотрите в этом выпуске. Четырехполоска от Новосибирска до Бийска. Когда ожидать расширения большей части Чуйского тракта? Слабость, температура, боль в горле. На Алтае растет заболеваемость ОРВИ. От винила до клубных тусовок. Во всемирный день диджея о трендах профессии. В ближайшие 5-7 лет Чуйский тракт от Новосибирска до Бийска расширят до четырех полос. Этот факт подтвердил сегодня толку руководитель Дорожно-строительного управления Николай Данилин. Напомним, данную тему обсуждали на встрече губернатор региона Виктор Томенко и премьер-министр России Михаил Мишустин, как одно из ключевых и важных для края. Есть желание, есть понимание процесса и мы надеемся, что все-таки в данные сроки от границы Новосибирской области до Бийска дорога станет четырехполосной. Но это все-таки уровень федеральный. Здесь мы пока только свои хотелки высказываем и будем надеяться, что это будет реализовано. Собственно, и на 2021 год планы у дорожников большие. Всего на ремонт и реконструкцию дорожной сети запланировано около 19 миллиардов рублей. Шесть из них потратят на трассы федерального значения, почти 11 на дороге регионального, около двух на муниципальные. А на этом графике список городов-артерий, которых ждет серьезное обновление. В список по традиции входит Краевая столица и Новоалтайск, а также Бийская агломерация. Продолжится и реконструкция трассы по направлению Камень-на-Аби. Отремонтировать планируют и дорогу в самом городе. Не так давно она перешла в ведение края. В 2021 будут завершать работы и в туркластере Белокуриха-2. Безусловно, весьма значимый проект, который перешел в федеральную собственность, стратегическая трасса, берущая начало в Барнауле и через Павловск, Ребриху, Мамонтово и другие районы края, идущие до границы с Республикой Казахстан. Ну и еще раз напомню, что Чуйский тракт продолжит расширять до четырех полос. По предварительным данным, до конца этого года его расширят на участке в 11 километров дорожной сети. На Алтае растет заболеваемость ОРВИ. Так, за первую неделю марта диагноз «острая респираторно-вирусная инфекция» установили 17,5 жителей края. Это на 10% выше, чем в конце февраля. На карантин ушли несколько десятков школьных классов. Однако медики не спешат называть происходящее волной ОРВИ. Почему и каковы прогнозы по заболеваемости на ближайшее будущее, расскажем далее. Пораньше, что у нас заболевалось, он за две недели уже выставляет это описание. Показываться медикам приходится чаще на Алтае сезонной ОРВИ. Первыми простуда поражает детей. Они составляют 63% от всех заболевших ОРВИ в крае. В третью детскую поликлинику Барнаула мамы с детьми приходят каждый час. Ксения здесь с малышкой. Ей 4 месяца и уже нужно ставить прививки. А сын за компанию прогуливает детский сад из-за насморка. Каждый месяц болеем. Но и сейчас особенно. У них в группе очень много народа болеет. Правда, очередей в поликлинике нет. Ситуация контролируема, говорят врачи. Судя по статистике, в 15-20 обращений за выходные заболевших не намного больше, чем за этот же период прошлого года. Врачи уверены, простывают из-за перепадов погоды. Официальных случаев гриппа на Алтае не зарегистрировано. А вот волна ОРВИ по календарю и должна бы прийти. Но ее нет. Я бы сказала запаздывает. Наверное, все-таки да, вот этот режим самоизоляции какую-то роль играет. Изоляция вообще, ношение масок и так далее. То есть в прошлом году у нас был январь, февраль, очень высокий подъем заболеваемости. То есть на каникулы пришлось достаточно большое количество заболевших. Ну а сейчас мы прошли этот период, но вот февраль уже закончился, достаточно спокойно. Правда, учебный процесс приостановлен в нескольких десятках классов. Но полностью закрытых школ на Алтае нет. Количество заболевших в общей статистике края менее 1%. Придет ли запоздавшая волна ОРВИ позже, по мнению врачей, во многом зависит от переменчивости погоды. Так что медики рекомендуют тщательно следить за здоровьем, не игнорировать симптомы болезни и оставаться дома при их проявлении. Анастасия Драганрих, Сейфризин, День с толком. Краевой следственный комитет проводит проверку по факту травмирования женщины ледяной глыбой. Она упала с крыши здания на одной из улиц Наукограда. Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Отметим, в наступившем году это не первый случай, связанный со сходом снега. В феврале в Заринском районе после обрушения снежной глыбы с крыши зеленохранилища погибли 4 человека. В Барнауле в доме на Тимуровской рухнула крыша, повредив систему отопления. На угрозу для здоровья от снега на балконах барнольских домов сегодня в своем инстаграм-аккаунте обратил внимание депутат АКЗС Сергей Писарев. Если крышу еще вычислили, то балконы владельцы свои не очищают. Вот сейчас на Ленина 35 я отправляю срочно данное видео в городскую администрацию, чтобы не произошло несчастье. Посмотрите, что творится на балконе. И тем более в такую погоду, когда тепло. Он также попросил барнольцев обращать внимание на крыши домов, чтобы случайно не оказаться травмированными. Нет стройкам у рек и лесов. Закон все больше проникает в нелегальный мусорный бизнес. Общественная палата Алтайского края провела круглый стол с участием экспертов. Обсудили вопрос утилизации строительного мусора. Это, вероятно, последняя ниша, которая оставалась в серой зоне. Мы выслушали об этом мнения юристов и экологов. Чистят снег за барнаульским крематорием. Для чего вопрос хороший? В последние годы этот участок используют как несанкционированную свалку для строительного мусора. Чтобы решить этот вопрос, в общественной палате и собрались обсудить законодательную инициативу по регулированию обращения со строительными отходами. В Ленточном Бород и в Егорьевском районе бывал, значит, в Волчихе. И все равно вот эти вот, значит, кучи вот этого мусора, они вот обязательно есть, попадаются. Значит, это вот угнетает здорово. Там все что угодно. И кирпичи, обломки кирпичей, и гипсов, гипсолитовы, всякие разные. Ну как вот, вот меня вот просто это лично коробит, как человека, у которого, значит, вот, ну, и пять внуков. Я просто за них вот беспокоюсь. Что дальше будет, если вот это не пресечь? Все дело в том, что частники на небольших грузовых авто перевозят стройку и порой выбрасывают не на полигоне, а, например, в лесу. Эксперты считают, этот теневой бизнес нужно брать под контроль. В 93-95 год была такая экологическая милиция. Вот я как бы вот конкретно видел эту работу, значит, и вот итоги ее конкретные были. В ту пору тогда, значит, вот, и, значит, тех, кто вот именно, что около дома мусор или где-то, значит, просто за руку ловили, и соответствующее наказание за этот счет было. Также эксперты уверены, что нужно вводить обязательное лицензирование деятельности по перемещению строительного мусора. Необходимо отличать твердые коммунальные отходы от строительного мусора, потому что это разные вещи, они требуют совершенно разных процессов, касаемо их хранения, складирования, утилизации. И когда мы определимся с терминологией, тогда уже можно определяться с процедурами, тогда уже можно определяться с операторами, ну и, наконец, сдавать площадки. Все это предстоит учесть экспертам при разработке правил обращения со строительными отходами в крае. Общественная палата уже работает над законодательной инициативой. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Когда одна гонка важнее десяти тренировок. Накануне в Барнауле прошли соревнования по ледовому спидвею. Последний раз такое событие всероссийского масштаба краевая столица видела 38 лет назад. Наш следующий сюжет для тех, кто пропустил зрелищные заезды. И передаю слово Ирине Корчагиной. Опасные виражи, толпы зрителей – это событие для Барнаула и всего Алтая. Историческое соревнование по ледовому спидвею всероссийского масштаба Барнаул видел последний раз в 83-м году. Сегодня здесь Тюмень, Омск, Иркутск, Новосибирск, Красноярск. Среди спортсменов – чемпионы Европы и мира. Вы знаете, глядя на эти соревнования, очень жалко, что у нас не было подобных заездов целых 38 лет. Это так красиво, зрелище! Они прям гоняют, тут прям чуть ли не, прям вот на такой вот малюсенькой грани. Прям классно тут, все гудит, аж прям вообще классно. Я попробую бы на таком мотоцикле поездить, ну, когда чуть-чуть старше стану. Первый раз на таких соревнованиях мне понравилось. То есть я второй день тут вчера тоже приезжал, смотрел. Ностальгия привела в этот день на стадион Клевчения и ветеранов мотоспорта. Мне уже исполнилось 73 года. Я участвовал на стадионе «Динамо» 65-й, 66-й год, 67-й год. Грустно от того, что такой был нормальный у нас такие гонщики. Мы в России и в Союзе тогда нормально, значит, выступали. В 90-х распался Советский Союз. ДСААФ и спортсмены уже толком не выезжали на соревнования. Все просто. На это у Федерации мотоспорта нет денег. И так все мотоциклы собирают своими руками из кучи металлолома. И еще к слову о том, что это достаточно дорогой вид спорта. Один такой шип стоит 100 рублей. То есть комплект шипов на два колеса обходится в 45 тысяч рублей. Менять их нужно каждый сезон. И, кстати, во время соревнований они тоже отлетают. И вот лично меня интересовал вопрос, в кого они прилетают. Но нет, оказывается, не зрители, они просто врезаются в лед. Даже чтобы провести эти соревнования, которые обошлись в 750 тысяч рублей, пришлось, как говорится, собирать с миру по нитке. Заливка льда, очистка снега, топливо и не только. Часть расходов взял на себя Краевой Минспорт. Одна аренда машинской помощи стоит 90 тысяч за два дня. Эти расходы взял на себя депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. К счастью, гонки прошли без серьезных травм. Я привалился маленько. Никита Яблочкин у нас, Сурожий Михайлов привалились. Вчера Максим Корчимаха привалился. Ну, ничего, все обошлось. А привалился – это что значит? Ну, упал. Алтайский край, увы, в этот раз на пьедестал не попал. В командном зачете победу взяла команда Новосибирска. Золото личного зачета увез спортсмен из Омска. Город прекрасный. Соревнования проведены на хорошем, высоком уровне. Вообще все супер. Вывод один. Надо нам тренироваться, чтобы конкурировать. Потому что в этом году... Дорогие зрители? Два-три выезда на озеро, на сборах. Но это не тренировки. Поэтому хотелось бы, чтобы был стадион, чтобы маленько накатывались. Если будут люди накатываться, если будем проводить стабильные тренировки, значит стабильно у нас будет ездить народ. Но то, что в Барнауле вообще состоялись заезды всероссийского масштаба – это уже победа для алтайских спортсменов. И это как раз тот случай, когда участие важнее любого золота. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Знаменитый уроженец алтайского края. Футболист, экс-капитан сборной России Алексей Смертин стал победителем экстремального зимнего марафона. Футболист по снегу и льду преодолел 42 километра. В этом году байкальский ледовый марафон за сохранение чистых вод проводился в 17-й раз. В нем участвовало несколько десятков любителей экстрима. Они должны были преодолеть дистанцию 42 километра – это расстояние от одного до противоположного берегов Байкала. Алексею Смертину марафон дался в 3,5 часа – минимальное время среди всех участников. Своими эмоциями от победного забега спортсмен поделился в соцсетях. Удалось выиграть. Я безумно счастлив, потому что получилось стать первым в другом виде спорта. Ощущения пока такие. Гордость, благодарность всем, кто меня поддерживал. Диджей, битмейкер, патимейкер. Да, это отсылка к треку уже всеми трендами забытому. Ну и специальность, которая в композиции воспевалась, тоже по современным меркам не молода. Сегодня профессиональный праздник отмечают диджеи. Насколько они сейчас востребованы и какие изменения претерпевает профессия диск-жокея, расскажем далее. За аппаратом Никита Лощинин, он же диджей-чех. В деле около 11 лет. Со своей музыкой он выступает в основном на сибирских площадках. А некоторые его ремиксы становятся хитами вечеринок во всей стране. Для него диджеинг – это не просто переключение музыки. Хотя многим, чтобы назвать себя диджеем, достаточно и этой способности. Есть переключатели, которые просто переводят треки. А есть диджеи техничные. Техничные они могут и поскретчить во время выступления, и набить какие-то драм-партии, прям как на драм-машине. И немаловажно гармоничные сведения, чтобы у тебя треки переходили плавно по тональностям. Ну и подача, естественно. Но каким бы мастером ни был диск-жокей, в современной индустрии одному далеко не ускакать. За проектом диджей-чех, к примеру, стоит не только Никита, но еще и саунд-продюсер, он же композитор и мастер сведения. Российская музыка развивается, и диджеинг тоже все меньше энтузиастов, которые смогут сделать что-то в одиночку на коленке, и при этом стать популярными или просто создавать музыку высокого уровня. Здесь есть огромное разграничение, то есть диджеи это просто артисты, так как многие наши артисты на эстраде, например, тот же Лепс, Пугачева, они сами не пишут себе музыку. Они не пишут слова, они покупают музыку, и у них есть огромная команда, которая это пишет. То же самое, и вот это разграничение, диджей это артист, который просто играет, а продюсер это уже, который продюсирует, который пишет музыку. То есть не каждый диджей является продюсером, но практически каждый продюсер может выступить диджеем. Конечно, по словам Егора, исключение есть всегда. От одного факта не твертеться, тот же российский рэп не просто голос улиц, а уже давно индустрия. Там становится все больше денег, а в музыке чувствуется все больше работы. Диджейнг тоже не умирает, а развивается. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. А женщины принимали поздравления накануне. Цветы, подарки и мужское внимание буквально обрушились на прекрасный пол с самого утра. Повезло и тем, кто праздничным утром отправился в Наукоград на пригородном поезде «Калина Красная». Пассажиров, а среди них оказалось много, дам ждал сюрприз. Держи. Спасибо большое. Давай, с праздником. За сильный пол отвечал сказочный герой Мехутко. Он начал поздравлять пассажиров еще на перроне. Для всех это была большая неожиданность, поэтому на подарки и внимание дамы реагировали одинаково, расплывались в улыбке. Обаятельный медведь дарил женщинам оформленные в виде восьмерки пряники. Поздравления продолжились и в вагонах. Пассажиры, особенно дамы в возрасте, были растроганы. Все хорошее, доброе исходит от женщин. В этот праздник я всех-всех вас поздравляю, милые женщины. Ваше тепло так необходимо всем. Спасибо вам за подарок. И всех женщин поздравляю с праздником 8 марта. Всю мою жизнь начинается студенчество. Всегда ездила, когда училась в Новосибирске. И вот продолжаю пользоваться услугами как пригородных поездов, так и поездами РЖД. Еду сейчас к маме и буду поздравлять букетиком. Спасибо. Только пряниками сильный пол не ограничился. И к поздравлениям Мехутки присоединился проводник поезда, который читал женщинам стихи. Весна идет, весна идет, и тихих теплых майских дней. Румяный светлый хоровод толпится, весело за ней. К слову, поздравить в праздничное весеннее утро Мехутке удалось более ста представительниц прекрасной половины человечества, которые в отличном настроении отправились в Бийск, чтобы продолжить празднование в кругу друзей и близких. Татьяна Голубева, День с толком. Наступила одна из самых сытных недель в году. Масленичная. Сегодня, во второй ее день, есть возможность попытать счастье и попробовать создать свою семью. Традиционно он считается смотриной невест. В свое время юноши уже к вечеру определялись с выбором. А еще на этой неделе принято есть молочные или масленичные продукты. Практически в каждой семье прикут блины и угощают ими родных и друзей. На масленицу также принято устраивать народные гуляния и веселиться от души. Кстати, в этом году, 13 марта, в селе Новотырышкино пройдет традиционный фестиваль «Сибирская масленица». Правда, по укороченной программе. Организаторам пришлось отказаться от ярмарки ремесел, а также традиционного конкурса креативных саней и народного костюма. Зато у желающих будет возможность залезть за призами на столб и поучаствовать в конкурсе креативных масленичных чучел. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok